Друзья, несмотря на то, что сейчас война на дворе, а мы развиваем экономику Украины, так вот, к чему я это все рассказываю? Нам нужен технический специалист в команду. Какие требования технического специалиста? Он должен разбираться в разных автомобилях, он должен понимать, из чего сделан автомобиль, его принципы работы. Какие могут быть кандидаты? Это работники СТО. Те, кто раньше работали на СТО и имеют большой опыт в общении с автомобилем, вот это вот и есть тот человек, который может дальше работать с нами в команде. Контакты для собеседования на технического специалиста я оставлю вот здесь вот внизу. Пишите, звоните, без внимания мы вас не оставим. И если вы действительно хороший технический специалист, добро пожаловать в нашу команду. Друзья, всем привет! Сегодня история, которую нужно показать. Она для многих, может быть, будет обычная, для кого-то она будет мега необычная. В общем, история о том, как с автомобиля легкового с шестого гольфа получился Volkswagen Tiguan. Для тех, кто впервые у нас на канале, давайте вас поприветствую. Дорогие друзья, меня зовут Николай Тарануха, я возглавляю компанию, которая называется Один Авто. Занимаемся мы автоподбором и есть у нас в багаже знаний некая история. В общем, все началось с того, что позвонил к нам человек, говорит, у меня есть 10 тысяч долларов, нужен какой-нибудь гольф, какой-нибудь сид, что-то такое после 10-го года, но до 10 тысяч долларов. Вот такая вот у меня заявка. Общались, 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 в душе он хочет кроссовер. И пока человек после первого разговора пошел думать. Договорились созвониться завтра. И вот начинается общение. И понятное дело, что Tiguan, которые он хочет, их можно на пальцах одной руки почитать по всей Украине. Естественно, предлагаются альтернативы. Я себе даже записал, значит, из альтернатив. Это рассматривали Chevrolet Captiva, Hyundai X35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Opel Moco, Nissan X-Trail, Peugeot 3008, Suzuki Grand Vitara и, естественно, Volkswagen Tiguan, которых всего лишь несколько на рынке. Но чуть-чуть поиграли с фильтрами, все-таки убрали климат с механической ручки. Если кто не знает, это очень редко бывает. Ну, можно сказать, практически не бывает. И здесь вариантов стало больше. Ну, немножко больше. Практически 10 машин. Человек хочет Tiguan. Все, останавливаемся на вот этом списке, весь убираем. И дальше смотрим Tiguan. Вот он, первый экземпляр. Так, смотрим Tiguan. Вот этот, значит, здесь удар, где был спереди. Значит, капот у нас меняный. Похоже, Тайвань. Да. 79, 53. Пары у нас тоже тайваньские стоят, но они заполированные почему-то. Надо будет их отполировывать и заклеивать. Или лаком скрывать. Бампер ремонтированный, но вот надо будет его еще раз ремонтировать. 5 тысяч, да, сказали? 5 с копейками. 5 с копейками будет, посчитали, вот этот отремонтировать все. Крыло здесь тоже тайваньское, меняное. Вот капот, когда доставал стойки, вот тут, получается, сколы образовались. Надо вот их подкрасить будет. И вот у нас облез от температуры или от химии, не знаю, вот молдинг поковой. С этой стороны... И с этой стороны у нас такая же вот история от капота погрызанная. Надо будет вот этот уголочек покрасить. Крыло левое. Здесь тоже меняное тайваньское целое. По салону, что здесь? Карта дверей вот с таким пропальчиком. В салоне здесь... Не знаю, наверное, курили, может быть, когда-то. У нас отсутствует заглушка. У нас пропал на крыше дырка. Здесь чехлы хорошие сидят, стоят. Дверь задняя правая. Здесь вот она крашеная. Вот здесь вот она шпатлеванная, 223. Вот здесь вот она давно сделанная, но при этом ни усадок нету, ничего. То есть более-менее нормально. Мусор есть, конечно, в лаке, но, по крайней мере, усадок здесь нет. Чтобы долго не утомлять длительными просмотрами, которые они очень нудные, поверьте, я знаю, о чем я говорю, они очень нудные. Я скажу, что эта машина 2012 года. Эта машина стоит 11 тысяч 300 долларов, 98 тысяч у нее пробег. Но она очень рагульно сделана. У нее весь тайваньский металл, она там, абы как стоит, она до конца не вытянутая. У нее проблемы по мотору, у нее уставший салон. В общем, эта машина точно нет. Мы шагаем дальше. А дальше у нас машина уже 2013 года. И стоит она, правда, уже 12 с половиной, и пробег у нее чуть-чуть больше 100 тысяч. Но должна быть машина интересная. Давайте посмотрим. Так, добрый день, смотрим Тигуана. Значит, в принципе, одно ДТП было по ней, так как и есть. Вот эта дверь, она отремонтировалась и покрасилась. Есть небольшая усадочка. Ну, со временем может отполируется, надо будет посмотреть. Отходит у нас накладка нижняя. Надо чуть подтарчивать, надо с ней разбираться. Почему она? Возможно, ее надо будет поменять, потому что здесь притертость. При желании надо будет поменять. Вот так. Единственное, вот здесь вот уперлись когда-то бампером. Вот здесь вот есть царапины. И здесь вот лопнул лак. Ну, в принципе, сдалека в глаза не бросается. На капоте есть пару сколов подмазать, надо будет обязательно. Здесь все нормально, накладка на месте. Единственное, чуть-чуть подтертая. И вот здесь вот есть пару потертостей, вот подкапали царапины. Раз, два. Ну, и здесь подполировать надо будет ее. Здесь у нас все целое. Здесь не крашено. Ну, вот где дверь доставала, вот в этом месте. Чуть-чуть есть жмок. Ну, при желании можно там как-то частично это покрасить. Можно с этим ездить. До этого здесь... До этого... Не, можно, почему? Можно, можно. Руль надо будет отхимчистить. Вот есть задиры небольшие какие-то. Все это разбиралось. Ну, в принципе, теперь с ничего не течет. Здесь все хорошо. По коробке тоже вопросов нет. Она сухая, без каких-либо вопросов. Мы слышим посторонние звуки из этого мотора. Мы понимаем, что дверь как бы классно ее не рихтовали. Но после такого удара... Я даже вставлю, покажу, какой удар. Он несложный, он простой. Но дверь надо тупо менять. Ее отрихтовали и поставили на место. Но даже молдинг отказался туда становиться. Он болтается, как карандаш в стакане. В общем, нужно переуплотнить двигатель. Посмотреть, чего там стук, какой дверь. Менять. Вот только менять. По-другому нифига не получится. И после этого из этого автомобиля может быть хороший. Но, друзья, камон. 12 с половиной. Куда? Следующая машина стоит 11 400. 12 год. Пробег что-то около 170 тысяч. Но давайте посмотрим ее состояние. Так, добрый день. Смотрим американца нашего. Значит, начнем там, где был удар по центру. Значит, что здесь. Капот здесь менялся. Стоит тайваньский капот. Есть небольшое количество сколов. По зазорам. Под помятые радиаторы. То есть, радиатор кондиционера. Радиатор коробки здесь. Они мятые. Вот радиатор коробки мятый. И вон радиатор кондиционера паянный. То есть, надо будет их поменять со временем. Дальше накладки. На месте крыло это у нас целое. Оно заводское. Не снималось. Что единственное здесь. Во время ДТП пострадал уголок крыла. Его подмазали. Но, по-хорошему, конечно, надо это все красить. Опять же, рассохшиеся резинки. Что справа, что слева. Надо будет их со временем менять. Крылья здесь не снимались. Не красили. Здесь по лонжеронам, по брызговикам. Я думаю, здесь все хорошо. Тут вопросов нет. По двигателю самому. По передней крышке. По теканию не вижу. Сальник тоже теоретически сухой. По коробке тоже здесь все сухо. Все хорошо. По верхней накладке. По крышке двигателя. Под крышкой. Здесь есть запотевание. Двигатель работает более-менее. По цепке посмотрим. Единственное, что вижу сверху отсюда. Вон под крылок светится. Раздолбанный. То есть, надо будет его менять. Диски у нас слегка тут деградированные. Поцарапанные. Но еще более-менее имеют вид. Так, дальше. Дверь передняя у нас. Вот эта вот она пока накрашивалась. Но видно, что это косметика какая-то была. Дверь снутри целая. Она не ржавая. Везде здесь все хорошо. По салону здесь, наверное, пятерку поставить. Из всех машин можно. В этой машине. То есть, салон здесь, можно сказать, в идеале. Арки целые, не битые. Здесь вот целые. Опять же, есть притеры. Надо будет их покрасить. Есть сколы небольшие. Есть чесы вот здесь вот на арке. Порог у нас тоже целый. Он не мятый. Здесь не выбитости, не ржавчины. Ничего нет. Здесь тоже все хорошо. По заднему, по задней карте дверей здесь тоже все отлично. Без вопросов. Здесь тоже все отлично. Здесь все хорошо. Единственное, что здесь вот клипса не стоит на месте. Надо будет ее поставить, защелкнуть. По недостаткам этого автомобиля. Что мы имеем? Мы имеем некачественно покрашенный капот. Но его типа можно перекрасить. Есть еще пару мест, где можно покрасить. Чуть-чуть пострадала рамка лобового стекла. Опять-таки, лакокрасочные работы здесь нужны. Радиаторы. Они работают, но по-хорошему их надо поменять. То есть радиаторы под замену. Причем, что один, что второй. Но по технике эта машина очень хороша. Салон. Пока это лучший салон, который был виден. И все вопросы только по передней части. Пока берем на заметку. К тому же на вот этом автомобиле еще уступают на все эти недостатки. Но нам этого мало. Мы идем дальше. У нас есть еще дешевле. Машина есть за 11 тысяч. Правда, пробег у нее уже практически по 200. И мы понимаем, что там уже цепями попахивает. Ну, в смысле замены. А кто не знает. По оригиналу, если взять, катнуть, то это в разных СТО по-разному. Но если брать с оригинальными запчастями, это 900-1100 долларов. Вот такие вот. Можно, конечно, вложиться в 750, но не совсем оригинальные запчасти. Короче. Едем смотреть этот автомобиль. Если у него все хорошо, все отлично, так как про него рассказывают, у нас много шансов на успех. Но это не точно. Так, добрый день. Приехали посмотреть нашего Тигуана. Но это машина хуже всех. Начнем с левой задней стороны. Здесь все крашено. Покрасили вот вместе с резинкой. Потек лака здесь идет. Очень плохо. Вот уже лак облазит. Здесь тоже все крашеное. Даже подшпаклеванное частично. Покраска очень плохая. Покрасили. Опять же, вот с резинками. Совсем. Здесь вот лак уже с под молдинга в облазит. Просили машину прям по месту. Здесь вот резинку прям покрасили. Здесь крыша тут целая. Дверь у нас тоже подкрашенная. Ремонтированная даже. 1700. Тут вообще не бьется. По салону. Салон убитый. Ну, он просто грязный. Убитый в плане грязный. Его привести в порядок. Салон тут как раз меньше вопросов по салону. Арифтованное. Крыло тоже переднее. Здесь ремонтированное, крашеное. Здесь вот все отстает. Лак облазит уже на торцах. Но крыло здесь не менялось. Капот у нас тоже. Оно сейчас, ну, похоже. Да, тоже крашеный. И подрифтованный. Стекло у нас оригинальное. Вот тоже опять же покрасились резинкой все. Бампер тоже вот подкрашивали. Так вот очень плохо покрашенный. Прямо, наверное, не снимаю его, красили. Здесь тоже бампер треснул. Рифтованное крыло переднее левое. Вмятины. И вот тут мусора, мусора, мусора. И вообще глянца на машине нет. Здесь все целое. О, целое нашел. Крыша целая. Стойка целая. Дверь передняя левая. Тоже крашеная. Вот, уже лак облазит. Здесь у нас вот тоже лак облазит. И вот здесь вот лак тоже облазит. Облазит ручкой везде. Здесь просто так дунули аккуратненько. Покрашен автомобиль очень плохо. Под краской грязь, шпаклевка с просадками. Лак течет, не блестит. Все очень ужасно. Салон разорванный. И при этом, что машина стоит 11. Если бы она стоила 8, вопросов к ней было бы меньше. Но она стоит 11. Отпускаем этот автомобиль и переходим на следующий. Так, Тигуан серый. Значит, что здесь? По крышке багажника здесь все хорошо. Не крашено ничего. Все по зазорам. Стекло целое. Оригинальное здесь сзади. Здесь все хорошо. Нету здесь у нас полки. Сам багажник у нас в нормальном состоянии. Кирпичи здесь не возили. Но чуть-чуть полка посадочная. Как обычно, да. Ага, есть у нас докатка. Инструмент. Да, весь есть. Все хорошо, да. Крыша получается. Вот этот козырек у нас крашеный. Это с резинкой подкрасили, получается. Да, стекло, кстати, здесь менее. Она стоит уже в 19-м году, не оригинальная. И вот здесь тоже с резинкой подкрасили. Но, да, 304, 302. По бамперу вот этот вот зазор у нас есть. Вот чуть-чуть надо с этим разбираться. Поправлять его надо. Вот царапина, трещина по фаре. И фара чуть-чуть потеет. Надо вот тут посмотреть, как дальше она будет вести. Потом бампер здесь вот съехали. Чуть есть трещина на нижней губе. И бампер сам тоже чуть поцарапан. И здесь вот получается, краска начала лущиться. И дверь вот эта у нас рихтованная. 232, 234, 1158, 1305, 1670, 400. Очень сильно затерто. Вот здесь вот все это затерто. Нерабочий. Потолок у нас нормальный. Здесь у нас, как обычно, германин чуть-чуть покрошился. Еще здесь, что здесь неприятно. Вот тут вот кнопка чуть выломана. И по ней ошибку показывает. То есть она все работает. Но просто иногда она там, прижимав-то, не работает. И здесь получается такая вот беда есть тоже. Здесь то, что еще раз увидели мы. Так, и здесь отсутствует еще вот эта декоративная накладка здесь есть. То есть она... Юбка, да? Да, юбка, да. Вот ее тоже нету здесь. Ну а бампер вот и подкрылок вот там получается разорванный. То есть по-хорошему его поменять. То, что касательно течи. Значит, у нас основная течь, которая самая большая, вот с под вот этой крышки идет. Потому что на конце этой крышки внизу висит капля. То есть когда меняли цепь, может быть прокладку не поменяли. Не знаю, или плохо ее установили внизу. То есть она у нас подтекает. То есть надо будет переустановить вот эту вот крышку. И основная течь идет. И запотевание, которое оно там подтекает, но очень мелко. Это вот в этом краю. Это получается вот эта вот типа клапанная крышка. На самом деле это не клапанная крышка. Это постель распредвала. А основная течь у нас идет вот здесь. Вот здесь вот внизу. Где она? Вот она. Вон там. Я попробую перечислить все недостатки того, что мы увидели. Хотя я, наверное, не вспомню. Если вдруг что-то не вспомню, напишите в комментариях, что не вспомнил. Значит, задняя левая дверь крашена в цвет попугая. Не хватает подкрылка. Ну как не хватает? Он там разломанный, новый, непоставленный. Висит, болтается и не только один. Куча пластика, которого не хватает внизу под бампером. Капот тоже с недостатками. Радиатор под замену. Он не будет работать. Нет. Мотор течет. И, кстати, течет. Говорят, мы меняли цепь. То есть цепь тут стоит новая, но с места оттуда все фигачит, течет. Ну как-то так поменяли. А меняли ли цепь? Дальше. Разломанные кнопки. Усосанный просто салон. Вот салона там очень мрачный, очень страшный. Рамка проема стекла, крашеная вместе с резинками. Ну, то есть была ржавчина, кто не понимает, выбивают камни. И там это делают, подкрашивают. Для того, чтобы хорошо подкрасить, надо завернуть резинку люка и срезать лобовое стекло, чтобы было хорошо. Покрашено очень плохо. В общем, чего я не вспомнил, напишите в комментариях. И эта машина стоит 12 с половиной тысяч долларов. К слову, она продается до сих пор. Не так давно этот был выбор, но тем не менее, эта машина продается. И в рот ей ноги пусть продается. Мы понимаем, что у нас есть машина за 11400, на которой еще иступает, у которой по недостаткам всего-то поменяет радиаторы. И есть несколько локальных мест покраски. С учетом того, что на рынке больше, в принципе, ничего не осталось в этом бюджете, все остальное либо в космосе, либо же большой список альтернатив, но человек уже просто влюбился в Тигуан. У нас есть на примете вот тот, который за 11400, плюс на нем уступают. Мы помним, что там радиаторы, есть несколько локальных мест покраски, но в остальном машина просто превосходная. И у нее неконский пробег в 200 тысяч, то есть до замены цепей там еще немножко далековато. Возвращаемся к ней и пробуем общаться по этому автомобилю. А вот теперь, что касательно, когда возвращаешься к перекупам, к площадкам, к обычным людям, которые, да-да-да, мы пообщались, мы вам что-то скинем, обязательно скинем, но все, мы возвращаемся. Друзья, в 11300, классная машина. Потому что есть тонкий психологический момент, когда видим машину хорошую, эту машину нужно забирать. А когда к ней возвращаются через время, то уже все, поезд ушел и получается, ну нету таких механизмов воздействия. Потому что те, кто продают машины, они точно понимают, что все это время компания по подбору автомобилей занималась поиском машин. И никто ни хура лучше не нашел. Поэтому, сторговались на 11 тысяч, хотя, если в моменте тогда было бы дешевле, но сейчас это 11. Мы помогли человеку оформить этот автомобиль, он уже уехал на номерах. Да, получилось не так идеально, как мы хотели, но об этом моменте я должен был сказать. Вот такая вот была история. Друзья, с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Один Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока, я помню, лайки, колокольчики, подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить новые видео. Вообще до конца стопа никто не смотрит, все, спасибо, что досмотрели, всем пока-пока. А вообще, очень интересная история про вот эту вот штуку, вот честно скажу. Мы ее засветили два раза в видео, и никто не написал ни одного комментария. Я очень хотел потратить денег, разрисовать вот эту штуку, пустить ее в искусство. Но есть понимание того, что она останется просто у нас в офисе, жить мы из нее сделаем, не знаю, подставки для стаканов, например. Есть у меня уже мысли, там, наварить всяких штук, стаканы ставить, чашки, можно еще что-то. Опустить, можно трубки проделать и жидкость светящуюся, опустить по ней. Пусть просто, ё-моё, вот это пошли уже, так может ее уже и продавать не надо. Друзья, последний момент, не упустите шанс, вот этот вот снаряд от урагана, если вдруг кто-то хочет в офисе, пустить трубки с водой, как у нас есть фантазия у наших операторов. Чтобы оно там светилось, моргалось, бульбы пускало, чашки при этом наставили. Пока мы еще не разукрасили, пока мы не начали делать, у вас есть шанс. И все вырученные средства пойдут на ЗСУ. Хотя, до конца все равно никто не смотрит. Все, теперь точно всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!